Враг свин и собак Кого не смущает, что в постановлении Алферов Материалы на Алферова и в справке, опять же, Алферов Обо всех казусах этих административных дел мы поговорим позже Сегодня я вам докладываю о том, что я на свободе Если честно, я больше всего боялся, что мои приключения с окончанием срока отбывания ареста Они не окончатся, а только продолжатся На выходе меня встретил следователь Следственного комитета Вручил мне две повестки Пока я сидел, отбывал арест Мне приходил то ли заместитель, то ли начальник ОРЧС Собственной безопасности Главного управления МВД России по Кемеровской области Кузбассу Казаченко Или Казаков у него фамилия И угрожал уголовным делом, ну как-то напрямую Давал понять, что вот там сотрудник по фамилии Вичкапова То есть я угрожал ей и убийством ее семьи То есть 119 часть 2 Итак, дорогие друзья, я похищен Здравствуйте Вы кто? Я? Да Даша инспектор УИАС Форма ваша где? Форма, где ваша одежда? А вы вообще почему снимаете-то? Форма, где ваша одежда? Почему снимаете? Удостоверение предъявляем Слушайте, а он так рассказал, говорит Сейчас уже проездить, ведь освободим Я не понял, кто вы? Поехали в на отдел Ну удостоверение предъявляем Что, не будем что ли пока? Что, обнагрел что ли? Совсем остановил? Э, болтевец Что же, что происходит? Что творишь, что ли? Да вы вообще, смотри, кто без приела пошли Ну нет, стирай там что ли Ну та самая, которую выхватил у меня телефон Там незаконное задержание Незаконное лишение свободы В общем там ворох целых должностных преступлений Ну а статью там мне Не знаю, будет это так или нет Посмотрим А вот сегодня, значит, я освободился И встретил свидетеля То есть рядом со мной стоит Галина Вы ее уже знаете Она является свидетелем, во-первых По трем заведомо неправосудным судебным актам Она присутствовала во всех трех заседаниях суда Свидетелем того, как там из здания суда Судебные приставы выбегали И выкручивали мне там больные руки Хватали меня Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И она еще вам расскажет то, что происходило с ней, пока я был лишен свободы, то есть находился специальным приемником, то есть 30-го числа, если я правильно услышал, вот, Галина, расскажи, что происходило, как это было? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как это назвать? Вербовка, что ли? Да, я... Да. Чтобы... А, учитывая, так как они в течение всего этого времени всю мою биографию вывернули всю судьбу наизнанку, так как я испытываю материальные проблемы, и судьба у меня такая сложная, они мне предложили, как это даже назвать, предложили мне деньги, чтобы я, это я уже своими словами буду говорить. Сколько? 8 тысяч. Оценили жизнь, свободу. Это как, это помесячно, разу? Я так поняла, помесячно, потому что они сделали акцент, что, Галь, это не единовременная выплата. Я в детали не вдавалась, так как я сразу, как услышала вот эту суть, я сразу перебила их и говорю, нет, ничего мне такого не предлагайте, я это не буду делать, ни при каких обстоятельствах. Еще что-нибудь предлагали? Они, конечно, предлагали, что мы будем тебе снимать жилье в Кировском районе, и чтобы я была рядом постоянно с Михаилом, ну и, соответственно, чтобы потом, когда им нужно было, чтобы держала руку на пульсе, грубо говоря, у Михаила, чтобы с ихней подачи передала или подкинула, что там, наркотики, оружие, ну, это явно, или что-то еще другое похуже. Грубо говоря, чтобы я внедрилась, втерлась к нему в доверие и работала на них. Алфер, слушай внимательно. Я понимаю, что тебя выстегнуло, что я отказалась лямзать твой банан. Да, подобный метод я уже попробовали по отношению ко мне откатать, когда я еще был в Москве в 2018 году. То есть, ну, я тут сообщаю, у меня есть редкое достаточно для мужчин качество, это развитая интуиция. Женщина не может усыпить мою бдительность, не пробуйте больше, что вы делаете. У вас этого не получится, как бы вы ни старались. Ну, Галина молодец. Галина оказалась человеком честным, порядочным. А здесь еще вот такой момент, то есть, я этот разъясняю. В том случае, если, опять же, в мое отсутствие, там, Галина, например, попадет под какую-то раздачу, то есть, она является сейчас свидетелем, как я объяснил. Первое, это приставы, которые непонятно, зачем вообще применяли ко мне физическую силу. И второе, по трем заведомо неправосудным судебным актам. То есть, в двух заседаниях я требовал отложить, в связи с тем, что у меня повреждена рука, я не могу заявлять ходатайство в письменной форме нарушения моих прав 25.1 административного кодекса. А в одном мне вообще было плохо. Я требовал вызвать скорую. Мишустин заявил, что все с ним хорошо, ему не требуется помощь никакая на себя. Галина, подтверждаешь вот это? Да. То есть, ты все это видела? Все я видела, все я слышала, когда Миша просил, вызовите мне скорую, я плохо себя чувствую. Мишустин делал, как это юридически называется, отводы, да? Ну, он как бы взял на себя такую функцию интересную, начал там рассуждать, что вот якобы с подсудимым хороший там аудиоконтакт, значит, он здоров и ему не требуется. Хотя справки приложены, у меня был отит, у меня болела и кружилась сильно голова, то есть, опять же, и рука. Ну, в общем, я не знаю, что будет завтра, я не знаю, что будет послезавтра, это уже чистейший беспредел. Они фактически по трем административным делам влепили мне экстремистские статьи 23.1, причем ни в постановлении прокурора, ни в материалах дела, непонятно, где вообще нарушение этого федерального закона номер 114 о противодействии экстремистской деятельности. Об этом я позже поговорю, а с вами расскажу эту историю более подробно с предъявлением документов. Ну, а вот сейчас вы, в общем, знаете, что я на свободе, не знаю, насколько. Ну, вроде как, жив-здоров, и заниматься мне необходимо здоровьем. То есть, я вот буду проходить МРТ сегодня либо завтра, и в следственный комитет меня вызывает. Там тоже можно ожидать всего чего угодно, что они меня там задержат, там закроют на сутки. Потому что такую ситуацию мы уже наблюдали со Стасом Калиниченко. То есть, это когда его незаконно, в 2016 году, если не заменяет память, его избили, задержали незаконно, избили в отделе полиции центральной, там, бред, зафиксировали, скорая приезжала. И потом, по истечении некоторого времени, его закрыли в СИЗО по заявлению там сотрудника, что он якобы причинил к нему насилие. То есть, со мной может произойти вообще точно такая же ситуация. То есть, это Вичкапова, Балтивец, Бабанакин, все, кто там были, превысили полномочия. Они занимались там откровенно преступной деятельностью, нарушали законы полиции, да. И отвечают же их начальники еще. А начальников там получается три. То есть, и главного управления, начальник ЦПЭ, и начальник управления по городу. Потому что подчиненные разных отделов, разных органов, так скажем. И может быть такая ситуация, что сейчас там, да, они наваяют уголовное дело, что я им там угрожал оружием, например, или убийством. И повторится судьба такая же, как Скалиниченко. Поэтому, если вдруг я пропал, то знайте, это именно, как вот они встали на путь преступной деятельности, эти правоохранители, так они и с него не сворачивают. Это печаль такова в нашей жизни, правда. В общем, подписывайтесь на канал, проверяйте подписку, ставьте лайк этому видео, пишите длинный комментарий. Я выражаю благодарность при всех вас, большой Галине, за то, что она была со мной во всех заседаниях суда. Она бесценный свидетель сейчас. Имейте в виду, если есть с ней что-то, то это по политическим мотивам, именно потому, что она была свидетелем у меня в суде. Благодарю за внимание. До скорых встреч. Всего доброго. Будьте здоровы. Мне нужен беляш, 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 мне нужен беляш.